Добрый день, уважаемые сограждане! Проблема в издомных животных является проблемой номер один в нашем городе Бельц. Поэтому два месяца назад я и мои коллеги из муниципального советника, которые представляют различные политические партии, в тесном сотрудничестве работали над регламентом, а также над проблемой, создавшей в нашем городе. Нам помогал господин Карл Буганов, который является эксперт в этом деле, в этой отрасли. И мы усердно трудились над разработкой решения данной проблемы. План действий, который прописан в обновленном регламенте, направлен на улучшение работы приюта для бездомных животных и борьбу с учениками проблемы, а не с ее последствиями в нашем городе. Хочу передать слово Карлу, который может пояснить более детально, над чем мы работали и какие проблемы мы обсуждали в этом регламенте. Спасибо, Алина. Добрый день, уважаемые журналисты. Проект и документы, которые мы сегодня представляем, это результат нашей совместной работы всех канцеляров, различных фракций и партий. Общая цель, которая всех объединила в работе над этим документом, это решение проблемы бездомных и домашних животных в городе Бельце. Основные принципы, которые мы взяли за основу над работой над этим проектом, были следующие. Это первая борьба с причиной, а не с последствиями, потому что можно тратить миллионы лей ежегодно, можно тратить много материальных ресурсов, человеческих ресурсов и топтаться на месте. Главное, это перекрыть источник появления бездомных животных, тогда проблема будет потихоньку решаться. Второй момент, это взяли за основу, что все животные это живые существа, способные чувствовать и страдать, и человек несет ответственность за их жизнь. Собаки и кошки, которые у нас оказываются на улицах, не пришли из леса, не пришли из полей. Это животные, которые когда-то жили у людей, которых люди завели в городе, и потом они оказались на улице. Поэтому человек несет ответственность за всех этих животных. Третий принцип, который мы взяли за основу, это общественный контроль, обязательный контроль и учет работы городской службы отлова, городского приюта совместно и открыто с общественными организациями. Только так можно добиться эффективной работы и совместного сотрудничества. Регламент состоит из нескольких разделов. Мы его объединили, если вы видели, раньше был проект составленный, были правила, был отдельный рекламент, мы объединили и сделали его из нескольких разделов. Есть раздел, который относится к домашним животным, есть раздел, который относится к бездомным животным. Днем 41 статья, довольно много ментов, которые прописаны детально и хорошо, чтобы можно было в каждой ситуации понять, что нужно делать и как нужно правильно делать. Данный рекламент, можно сказать, является дорожной картой и стратегией города Вильс для решения проблем с бездомными животными. Я приведу несколько основных моментов с этого рекламента. На самом деле их там очень много. Новшеств и пунктов, которые помогут нам решить, но я перечислю некоторые. Как уже называлась, борьба с причиной несоследствия. Повышение ответственности владельцев животных. Обязательная вакцинация и микрочекирование домашних собак. Создание базы данных домашних животных. Обязательная стерилизация непородистых домашних животных. Учет и микрочекирование бездомных животных. Создание отделов по контролю и защите животных при примарии города Вильс, который будет заниматься стратегиями и политикой в области бездомных и домашних животных. Контроль и прозрачность работы городского природного службы от пола. Продвижение программ адопции бездомных животных и животных с приютом. Сотрудничество с общественными организациями и волонтерами. Создание при примарии консультативного совета в области животных. И последнее создание бесплатных программ стерилизации регистрации домашних собак и кошек. Хочу сказать, что за 14 лет это первое обновление регламента, потому что единственный вариант регламента, который был в Вильсах, это 2010 год. Прошло уже 14 лет, довольно много. Он устарел и морально устарел, и он не действует, не имеет эффективность. Поэтому я могу сказать, что регламент, этот проект регламента, который представлен, это практически один из самых новых и один из лучших регламентов, который есть сейчас на территории страны, Республики Молдовы. В конце стоит добавить такую вещь, что проблема бездомных животных, это не решение проблемы, а не проблема, которая решается за два дня. Это всегда очень сложная, большая и однообъемная работа. Особенно, если что-то было запущено или где-то было запущено. Но при имении хорошей стратегии, как будет данный регламент, при системной работе, постоянной контроле, постепенно можно прийти к хорошим инвентарным, который почувствуют и люди, и животные, и город станет намного другим. Спасибо. Принесу вас вам сказать, что Муслимаш Кулаеша, как вы можете сказать, что вы можете сказать, что М. Карпу Гугану является одним из самых мощных именами, которые имеют сильные в выставке, потому что они имеют регламенту, национальной мощной, как и мы и мы, с которой мы, и в царях мы сейчас используем, даже для ажиотографии. Что я говорю, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, нужно снять сцептиковать что этот процесс будет достаточно для того, чтобы это процесс, который не будет, не будет, не будет, а в 5 лет, и, в то время, это будет, что это значит, что это будет регламент, но в период очень трудный, в 10-15 лет, то есть в стриме реальности, в старт-скуре, Мы не можем обнимать. Но мы очень довольны, потому что мы очень много, потому что мы будем сядать под темнее, как сказал, Карл, который был 40 лет назад, который был в порядке, у меня был очень очень высокий, и это было очень хорошо. Обе что это связано с точки, которые были стипаны в этот регламент, они были достаточно интересны, но всё самое главное, которые, по сути, которые используют и многое, которые визуясь, и с международные цели, и обращение. И, в порядке, в связи с террозацией, посреди обращения. Мы получили условия для тех, кто вконтакте, в поддержке стерилитета, и с помощью моих коллеги, мы говорим, что, по-прежнему, Эти ими, вращение на обыкновенности признанных условиях, и вращение на сотрудничество, вращение на обыкновенности, являетесь у нас более много. Поэтому, конечно, мы пробуем товарищи и обоанности и подрожняем на各ых иахов и обыкаторах. Таким образом, это не будет как завершен обморирование в массы, реактивно, елоки на ваш top. Таким образом, мы не будем делать для того, чтобы ... российского государства. В частности, первый с тем, мы можем ходить на этот процесс, clayey, это информация в северном процессе об исследованиях от целях relieve многих женщин, и единое, но с помощью тех, animals, которые будут на наше праздник. И это нужно. Это меняется. Пойду к каким-то обсуждениям Это и это. Я тоже благодаря мне, мальчику Ивану, как и все остальные экипы, поселители, которые оставили политические в одной части, чтобы обраться в этот группу и продолжить этот регламент, как и инициативы для этого регламента. Это и драма, на который продолжаем, поэтому, волнениях, будут вытаскиваться с его на вебинах, и, конечно, приходят с любыми обраться. Вместе с этапами консультаций, и, через несколько, через специальные компании поселители, для поселителей, для поселителей, и для, также, и для того, чтобы создать проект, как и проектированное действие в ходе консилии и консилии Министового Болт. Мы называем Болтсени, активисты, чиновники, чтобы заниматься в продолжение этого процесса. Мы желаем все волнутики и активисты, которые поднимут сегодня огромный эффект для воспитания животных. И, evident, этот регламент будет называть, что и больше, как и больше, как и больше, как и больше, как и больше, потому что животные не поют вина людей, которые, менее, могут быть более responsабельными для того, как и для того, как и для того, как и для компании. В общем, спасибо вам большое за работой, и мы хотим о том, что вы делаете, и мы хотим о том, что вы делаете. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие бельчане. У нас в первую очередь хотелось бы также поблагодарить коллег по муниципальному совету, Англо, общественников, работников премьерии, то, что мы на протяжении этого месяца приложили большое количество усилий и собрали большое количество информации для того, чтобы понимать реальную ситуацию на сегодняшний день в СЗБ, реальную ситуацию в приюте, не только на словах и на улицах, то, что мы увидим, но и понять определенные цифры, понять, как расходуются средства, на что расходуются средства, как оптимизировать расходы и как достичь того, чтобы данный регламент начал работать. Да, действительно, мы провели большой объем работы, за что отдельно каждого хочется поблагодарить, но, возможно, мы где-то в чем-то тоже что-то не предусмотрели, что-то не доработали. Именно поэтому мы сегодня и вышли на эту пресс-конференцию для того, чтобы представить этот проект, дать его в публичное поле, чтобы он был презентован для общественности, для людей, для общественников, для других различных организаций, которые, может быть, со своим опытом могут нам чем-то подсказать, потому что данный процесс – это большой процесс и большая проблема. Ведь у нас в городе всегда, когда выходишь на улицы, ты всегда слышишь две самые большие проблемы – это дороги и это собаки. Если за дороги мы на сегодняшний день не можем взяться и сделать все 100% дорог, потому что на это нужны огромнейшие средства, которые на сегодняшний день в муниципальном совете муниципиа «Обелос» не предрасполагают. Ну и все муниципальные советники в муниципальном совете муниципиа «Обелос» на сегодняшний день объединились вместе с общественниками и работниками премарии, чтобы сделать регламент, который не расходует такую большую сумму денег, как дороги. То есть мы предлагаем начать в первую очередь с человека, с норм, с того, чтобы был регламент четкий, чтобы были чупирования, чтобы было понятно, что человек тоже несет ответственность и за это животное, которое находится за игру с ним. Ведь большое количество проблем не только с бездомными животными, но и с безобесными хозяевами, которые просто выпускают своих домашних животных, как игрушки, которые им надоедут. То есть этот регламент предусматривает большое количество аспектов, большое количество моментов. Мы очень просим общественность, очень просим бельчан, подключайтесь, пожалуйста, к этому процессу. Может быть, вы за этот месяц уже немножечко замылили наши взгляды и сконцентрировались на каких-то определенных проблемах. Может быть, вы сможете предложить нам в процессе публичного слушания какие-то новые решения и новое видение. Также надеюсь на помощь и остальных советников на консультативно-специализированных комиссиях. Давайте все вместе объединим усилия для того, чтобы наш город стал более комфортным для проживания, для людей, для бельчан и для наших маленьких друзей. Иван. Добрый день, уважаемые жители Музея Горбеллс. Хочу выразить огромное спасибо всем коллегам, которые участвовали. Как сказали мои коллеги, мы за этот месяц сделали огромный объем работы. И независимо от политического окраса у нас была одна единственная цель – постараться решить эту проблему. И хотел сказать огромное спасибо Карлу за то, что он выдержал до сих пор выдерживать нападки других общественных деятелей, зоозащитников. И хочу вам сказать, что он… хочу обратиться к всем зоозащитникам, общественным деятелям. Нам очень тяжело было его убеждать в тех или иных пунктах, потому что у него есть четкая и правильная позиция. Мы как советники, как жители этого города у нас были в виде в той или другой мере. Но он очень четко на протяжении всего этого периода отстаивал ту точку зрения, которую он стоял, которая отображена в этом положении. И еще раз ему респект за то, что он выдерживает эту критику и те даже некоторые угрозы со стороны общественных, общественников, зоозащитников и его ады за то, что он с нами как бы участвовал в разработке данного регламента. И еще, как сказали мои коллеги, хочу обратиться ко всем жителям Мунчипио Беллз. Подключайтесь в процесс, в решение, потому что ни один муниципальный совет, ни один Карл, если эту проблему не разрешит, если не соберутся все жители Мунчипио Беллз и те, которые любят собак, те, кто просто их уважает, те, кто их просто содержит, либо те, кто просто от них страдает. Мы все вместе должны собраться и этот вопрос разрешить, только сообща вместе со всеми жителями Мунчипио Беллз. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, сегодня на сайте будет опубликовано данное положение, пожалуйста. Уже опубликовано? Уже опубликовано, заходите на сайт Примарей. И новая почта будет. И новая почта? Да. Поэтому, делайте свои предложения. Мы готовы к любому конструктивному диалогу, потому что на сегодняшний день на содержание собак в приюте тратится сумма около примерно 3-4 миллионов лень. У нас есть дети, которые имеют какие-то хронические заболевания, есть малоимущие семьи. И, к сожалению, на содержание собак тратится денег иногда больше, чем на нуждающихся в этом людей. И наша задача, как я повторю, сказали моих коллег, наша задача не массово убивать всех собак, потому что эта проблема не разрешена. Наша задача основная, просто болезнь легче предупредить, чем ее лечить. И борьба, как говорил, сказал Карл, основной посыл данного регламента, это борьба с причиной, а не с самим следствием. Поэтому спасибо. Если есть какие-то вопросы, как бельчан, спрашивайте. В прямом эфире, если есть вопросы, можете сказать, нет. Спасибо, надеемся на конструктивную сотрудничество всеми гражданами. Подключайте, будьте добры, подключайте все в данный процесс. Продолжение следует... или смерть? Они не могут быть скрыты, поэтому я говорю о правильном. Кто должен заниматься этой проблемой и кто может обраться с людьми? Я хочу ответить, потому что я исполнил проблема в данный момент, что не было исполнил раньше. У нас есть решение, чтобы сделать упоробное бекире. Мы работаем на этой этапе и пытаемся читать регулыент от всех жителей Монтику-Лобелц, потому что здесь есть стиплотка, что мы обращаемся к дому Карл, который уже работает в Гишунеу, а теперь работает в Лиова и решает эти проблемы. Поэтому пытаемся читать регулыент, потому что здесь есть стиплотка, как флот и карипасы. Спасибо большое. Спасибо.